Итак, всем привет, друзья! Сегодняшний обзор мы посвятим такому кораблю, как Бричард. Вот, мы видим его на экране. Ну и что ж, пускай его внешний вид неказист, и на первый взгляд он сделан из металлолома, ржавых труб и из каких-то никому не нужных зубчастей, но под этой неказистой внешностью скрывается достаточно неплохой корабль. Итак, мы рассмотрим Бричард Капостабильный с Medium Shield Booster. Ну что ж, начнем с цвета. Значит, вот он дешевенький фит, стоит 10 лямов. Сейчас мы его немножко развернем. Ракеты, сетка, скребок, АБ, Medium Shield Booster. Капоситор Flix Coil. Мы видим, он увеличивает скорость подзарядки конденсатора, но уменьшает его максимальную емкость. Чемодан и три риги на капу. Значит, если у вас есть лишние деньги и желание повыделываться, можно использовать фит немножко подороже. Видим его стоимость 60 лямов. Как бы больше, существенно больше предыдущего. И у него Medium Shield Booster C-Type, который дает достаточно приличный, ощутимый бонус к накачке шелды. И две Т2 риги на скорость подзарядки конденсатора. В общем-то, чтобы успешно и эффективно нагибать на данном корабле в СОЛ, вам необходимы следующие вещи. Непосредственно сам бричер. Хорошая ПВП практика или прямые руки. Бонусы вторым окном. В принципе, использую вот такие линки. Вот он, фит. Значит, бонус линки на шелду у меня в карго, а в данном случае в этом келье у меня стоят бонусы на армор. Но переделать, я думаю, не так трудно. В общем-то, линки. Наркота. Так. Стандарт блюд бустер подойдет. Ну, если есть, конечно, лучше использовать импровод, который дает больше бонуса к накачке шелды. Ну, в принципе, и сет имплантантов. Я использую mid-grade snake сет. Вот, совершенствование. Ну, может быть, кто-то будет использовать кристалл, который еще больше будет давать накачке шелды. Я же думаю, скорость у нас на фриксайзе более важна, потому что, если у вас блобят, то все равно, если у вас кристалл сет, нет кристалл сет, вас все равно убьют. А так есть возможность вытопить и отварпать. Надавить на тапки. Ну, в общем-то, основные преимущества этого корабля, этого фита заключаются. Первое, это бричер. Бричера. А мало кто боится, и ему много кто дает. Второе, это зверская накачка шелды. И капостабильность. Так, мы откроем окно фитинга. И видим, значит, без бонусов и без линков он откачивает 224 единицы за 3 секунды. Ну, что ж, с линками и бунсами будет, конечно, получше. К недостаткам. Достаточно небольшое количество ИХП, то есть нас могут просто отхануть. и достаточно скромный ДПС. Мы видим всего 108 ДПСа на функционных ракетах. Немножечко о тактике боя этим кораблем. Значит, первое, выбор целей. Этот корабль предназначен для ПВП 1 на 1 против двоих, тем более против троих противников. Мы, я думаю, не потянем, потому что они просто передавят нас своим ДПСом. Значит, цели, на которые не рекомендовал бы я прыгать в любом случае, это фракционные бригады Дэрдэвил. Ворм, ну, может быть, еще я бы не советовал драться с Крором. У Дэрдэвила зверский ДПС, мы просто его не оттанкуем. У Ворма тоже очень хороший ДПС. И правильно зафиченный Ворм с фракционными дронами Бричка тоже танкует буквально на пределе. Ну, а у Крора, Крор может нас просто высушить. Значит, не рекомендовал бы я драться, естественно, с Сентенелью. Это Т2-электрончик. И, пожалуй, с Галенским, ой, с Амарским дроновым дестройером. Потому что он длинные нейтрики. Но, в принципе, все остальные Т1-фриги и Т1-дестры можно пробовать, можно брать, пытаться. Ну, то есть, об методом проба ошибок вы найдете правильную для себя тактику. Итак, автоорбита у меня на нем стоит по умолчанию. 7. Бой мы начинаем с того, что выходим на автоорбиту, вешаем скребок в сетку. Ну и дальше медленно, медленно, но уверенно запиливаем нашего противника. Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что этот фит эффективно работает только при наличии бонусов и наркоты. А без бонусов и наркоты и перфектных киллов, я думаю, вы в нем разочаруетесь. Ну, а теперь мы перейдем к анализу некоторых боев, снятых много ранее. Итак, первый наш бой. Мы видим хукбилу на подскане. Заходим к нему в норвис. Обратите внимание, шелкбустер у нас постоянно работает, фит у нас капостабильный и отвлекаться нам на это не нужно. Итак, мы видим хукбилу. Хукбилу у нас в глазе. предположительно это глазовый хукбил. Лочим, кидаем скребок в сетку, выкидываем дронов и начинаем его дамажить. Обратите внимание, у нас две сетки. Значит, мы топим к нему в клосс. Скорость у нас примерно одинаковая, а вообще-то должна быть у него больше. Больше нашей скорости. Итак, мы видим у него скорость 340, а у нас 380. Топим к нему в клосс. Чтобы он когда дело плохо, чтобы он не вытопил из-под нас. Он арморный. В общем-то, ну и потихонечку, потихонечку его спиливаем. Стреляем. Видим, он остановился, разворачивается. Видать, понял, что дело плохо. Берет разгон куда-то на объект и скорость у него больше нашей. Мы сейчас включим АБ-шку в перегрев, чтобы он из-под нас не вытопил. продолжаем потихонечку его дамажить. Ну и в принципе все. Как бы бой за нами, одеваться ему некогда. Сейчас у него кончится анцеляра арморная и он сдуется. Вот уже пошла структура. Он даже убрал скайбок, убрал сетки. Ну и в принципе готовится отварпывать капсулы. Ну все вот изи. Капсула ушла. Смотрим. Ну вот такой хукбильчик арморный с анцелярой, как я и говорил. Итак, второй бой. Мы видим Фертель. Фертель в Смоле. Сейчас будем к нему заходить. Все так же у нас постоянно работает медиум шокбустер, но мы съели на всякий случай съели наркоту. Итак, видим Фертель союзного ополчения, но нас это особо никогда не останавливало. Лочим его, выходим на орбиту, запускаем дронов. Ну и начинаем потихонечку дамажить. Вот он на нас кидает поинт. У него две сетки, предположительно он артовый. Сейчас мы посмотрим. Он дамаг пока что небольшой к нему идет. И непонятно, то ли он с арты стреляет, то ли с пулеметра. Ага, у нас очень сильно просела шоу, и значит у него большая альфа, и он артовый. Так, что касается скорости, вот скорости у нас нет преимущества, и поэтому мы стараемся а пока мы к нему топим, у нас угловая скорость с ним практически нулевая, поэтому он очень хорошо дамажит по нам. Мы пытаемся поставить орбиту 500, но мы не сможем к нему приблизиться, поскольку корабль достаточно быстрый. у него две сетки, а у нас всего лишь одна. И он с легкостью мог бы вытопить из-под нас, но почему-то он не выходит, возможно, он думает, что у нас не медиум шоу-бустер, а медиум анселяри шоу-бустер, и у нас кончатся заряды, и мы проиграем этот бой. Так, мы греем скребок, чтобы он не улетел от нас, и греем нашу АБ-шку. Видимо, АБ-шка у нас почти сгорела. Да, вот, сгорела у нас АБ-шка, мы теряем скорость, но товарищ все-таки не оставляет надежду нас убить. И дроны, а ракеты уже не попадают по нему, а попадают только дроны потихонечку. И видим, он сбрасывается с нас сетки. Мы потихонечку догоняем его без включенного, без включенного АБ. И, в принципе, вот победа. Как бы, вот такой бой. Итак, третий бой. Мы видим Маулус на Вишню. Вообще, по идее, для нас это изи-фраг, если мы поймаем его под скребок и сетку. Видим, он заходит внутреплекса, проваливаемся за ним следом. Медиум шелтбустер у нас по-прежнему работает. Итак, вот он. Заходим, пытаемся лоджить. Сразу греем сетку скребок на первый цикл. Итак, вот мы его поймали. Он вложит на нас тоже сетку скребок. У этого корабля бонусы на дальность скребков. Но для нас это, поскольку мы АБ-шные, для нас это не играет никакой роли. Ставим орбиту 500, чтобы он не вытопил из-под нас никаким чудом. И легко танкуем его дронов и убиваем его. В принципе, бой выигран. А остался вопрос времени. Наша победа это вопрос времени. В общем, там легко танкуем его дпс. 1х1 бридж, который танкует шокбустером и расстоянием достаточно. Практически все Т1 фриди. За исключением варма, как я говорил уже, я думаю, ддхи и на кроура бы я не прыгал. Некоторые суккубусы тоже, конечно, с сеткой. У него будет преимущество скорости, он сможет легко от нас уйти, или же выровнять орбиту и убить нас. Ну, в принципе, все, бой закончен. итак, четвертый бой, четвертый бой уже поинтересней, мы видим Энью в смоле. Видим в спойне Энью, Энью очень хорошо дамажит в клаве, поэтому держаться мы будем на авторбите А7, чтобы 7 километров, чтобы она не могла стрелять по нам своими глазовыми патронами, иначе мы их не танканем. Итак, греем скребок и в сетку. Шеллбустер у нас все так же крутится, поскольку он и КП стабильнее и на шеллбустер нам отвлекаться. Не нужно. Итак, логмэня. Видим это United Fleet. Летает они обычно с блобом и с бонусами, но в данном случае, я думаю, бонусов у них не было. Вот в принципе и начинаем убивать Эньку. Эньку мы танкуем и смерть Эньки это лишь вопрос времени. Если у нее анцеляра, то до тех пор, пока у нее не кончится паста, если она с батарейками, то до тех пор, пока не кончатся батарейки. В принципе, нормально. Мы Эньку танкуем и я представляю, что у них сейчас творилось в ТСе. Ну, что-то типа такого. Парни, парни, у меня проблема. Меня затаклил Джаба. Тогда отварпывать нахрен оттуда. Я не могу. А на чем ты? Я на Эньке. А на чем он? Он на бричере. Так к черту разнеси эту бричку. Я не могу этого сделать. Он меня танкует. Может быть, у него сейчас кончатся заряды в анцелярке, тогда я его убью. Но вы все-таки поторопитесь. хорошо, мы к тебе вылетаем. в принципе, вот мы бьем эту бричку, держим. Вернее, на бричке мы бьем Энку. В принципе, смерть Энке это лишь вопрос времени. Потихонечку дамажим. Ну, и я думаю, вот, как бы это для пилота Эннио сюрприз, что вот не может он продавить бричку практически в глазе на дистанции своих дальних патронов. У нас очень слабенький ДБЕСТ, вот он додумался убить наших дронов, мы их скупнули. И бьем его пока только ракетками. Вот у нас выстрелил один боезапас, сейчас перезарядка. клацаем подскан, смотрим не летит ли к нему подмога. В локале тоже никого нет новых тротов. И медленно, но уверенно мы его убиваем. Итак, дроны. Запускаем дронов. Сейчас если он будет агриться на дронов, их скупим. В принципе, бричка очень хорошо справляется с пассивными кораблями. С активными у нее возникает проблема. Был бы была бы Энька пассивной, то есть проблем бы с ней не было. Мы просто бы медленно, но уверенно спилили ее танк пассивный. так видим у нас прирост локала. Это пришли спасать свою Эньку от брички ребята. Сейчас мы проверим подскан. и будем готовиться наверное подходить. Видим кармаранта. Кармарант этого уже очень нехорошо. Это 200 ДПС на достаточно длинную дистанцию. И вот мы вытапливаем спокойненько вытапливаем АТЭНки и уходим. Итак мы видим Эньо слайсер кармарант кто же еще прилетит на помощь нашему юному другу Эньо. В общем-то в ТЭС я думаю у них было весело. Так Тахома Сакура на слайсере. О еще и Хавк и все это на одну бричку. Ну что ж это делает честь именно этот флит. Видим натапливает она слайсер и мы стоя в разгоне спокойненько отвартываем. Итак следующий бой мы затаплив суккубуса садимся к нему на низкую орбиту. Мы видим у него нет сетки и нет скребка у него дис. И впоследствии это сыграет с нами злую шутку. И еще я предполагаю что он не лазерный а бимовый. То есть у него очень хороший трекинг. Поэтому нам нужно держаться как можно ближе к нему на орбите. Потихонечку его дамажим. Медленно у него ауктивный танк. Медленно но уверенно мы его съедаем. И еще тут такой нюанс. Съев наркоту у меня выпал штраф на емкость капоситора. И я перестал быть стабильным. Поэтому мне приходится время от времени выключать шелдбустер. И так видим неплохо продамажил. Всю шелду почти снял с одного выстрела. Выравнивает угловую скорость старается. Ну и как бы я предполагаю что в ТСе у них опять веселуха. Парни парни у меня проблемы меня затаплив жаба на бричке. Спасайте я на суккубусе очень не хочется терять дорогой корабль. окей вылетит тебе держись ну и что-то типа того в общем-то ничего нового просто стреляем просто даем орбите включаем выключаем время от времени шелдбустер и если бы бой проходил один на один то есть не подоспели Чупадейлы то рано или поздно я думаю мы бы просто задавили этот суккубус на всякий случай стоит конечно брать разных ракет тысячи по полторы по две в карго но я поленился и ракет взял не так много и не всех видов я вижу ну как бы я его бью сейчас с крочами то есть это кинетический дамаг а лучше всего было бить нулевой ЕМ но бы этих ракет с собой не взял ну в принципе вот вот так вот мы его давим давим не давим он даже снял с нас поинт ну типа уходи я тебе не держу давай разойдемся но такую интересную вкусную цель как кубус я выпускать конечно же не хотел сейчас он там вызывает подмогу в ТС а может быть и в чате тут просто в принципе комментировать больше нечего вот он додумался наконец-то спустя сколько тут 4 минуты боя убивать нам дронов дронов не скупнули но одного дрона нас все-таки убил но лучше парень как видите мы спокойно танкуем суккубус не напрягаясь в принципе с Т2 медиум шутбустером результат был бы примерно такой же поскольку он попадает по нам через раз мы бы успевали просто откачиваться на ближнем видим трона ну а трон союзный скорее всего со стабами просто крутил елки драться он не хотел ни с кем в общем там достаточно затяжной убой измата выше ну и поскольку вот в соседней системе у них домашка то явно придет помощь так а вот и помощь мы видим варма и я думаю нам пора разгоняться и вытапливать и в этот момент не нужно было отварпывать но я решил просто с ними поиграться там издалека поскольку до варма было 200 километров и вот раздупляется суккубу скидает на нас диз и вытопить уже из-под диза достаточно проблематично так как все-таки придержать мы его не можем а изначально у суккулуса скорость на АБ больше чем у бричера и вот это как раз сыграло с нами злую шутку сейчас ворм нас догонит и вдвоем естественно не меня передавят не хватит ни откачки я вот грею пытаюсь грею АБ сейчас буду подтапливать к суккулусу вплотную подкину на него сеточку вот приторможу буду пытаться вытопить из-под него но на АБ не такая же хорошая и скорость разница в скорости у нас достаточно ощутимая поэтому шансов вытопить у меня немного и так вот я опять пытаюсь вытапливать расстояние 21 22 23 еще буквально километр я бы уже летел спамлю от варп но увы и так мы видим омен каталист то есть это делает ребятам честь на одну бричку они насумонили 4 человека и достаточно на сильных кораблях то есть по одному можно было бы подраться с любым из них даже с вармом я бы думаю скрестнулся но как бы четверых хотя даже и двоих варм и суккубус я не танкану так видим вот они передавливают нас включаем шеллбустер вгрев а варм еще тоже отпустил дронов и там кружится ну так сказать из песни слов не выкинешь по-пидорски в 45 километрах даже чувствуя свое численное и превосходство в кораблях он боится подтапливать то есть ну как бы как бы так видим у него augmented гоблины которые наносят просто дикий дамаг ну в принципе вот закономерный итог наша бричка отправилась на КБ ну в принципе на этом все ставьте лайк подписывайтесь если понравилось видео буду снимать делать еще